Всем привет, меня зовут Макс, дальневой канал, и сегодня у нас завершающая серия очередного цикла по Ultimate Unreal Dreadnoughts. В общем, эта серия закончит нашу подготовку к второй, наверное, мировой войне, да? Да, пожалуй. В этой серии мы займемся финансовым благополучием собственной стороны. Прежде чем мы приступим к игре, хочу кое-что еще раз объяснить. Я знаю, что серия эта выйдет гораздо позже, чем мне того хотелось бы, но, ребят, короче, смотрите, вы влазите мне в комментариях и пишите, допустим, О, пу-пу-пу-пу, ты веришь пропаганде, пу-пу-пу, Украина ни к чему не причастна, пу-пу-пу, крокс-тед, джихадисты. Ребят, если вы так пишите, вы просто тупые. Ну, в смысле, у вас реально не очень хорошо с критическим мышлением, с соображалкой. Начнем с базового. Я вообще не смотрю ничью пропаганду. Я подписан только исключительно на новостные каналы, на которых идет просто сухое освещение фактажа. Чтобы совместить факт теракта в крокусе, единственных, на самом деле, скажем так, бенефициаров этого теракта, не нужно быть гениальным манипулятором и аналитиком. Это настолько очевидно, что говорить о том, что это сделало УГИЛ, именно УГИЛ, вы не ослышались, да, я люблю этот термин, он очень прикольненький, классненькое словечко. Для того, чтобы понять, что это сделали именно они, ну, как бы, тут многого не надо. Больше скажу. Любой адекватный человек понимает, кто это сделал и кто к этому причастен. Тут пропаганда как раз таки про то, что это джихадисты, это ИГИЛ, это запрещенная в России организация. Или это все, вот, это таджики, это даталистические таджики. Да-да-да, мы же все знаем, джихадисты именно так, блядь, и работают. Едут на машине, желая получить денег в сторону Украины. Ну, знаете, Украина, там вот точно питают джихадисты. Определенно эвакуироваться надо туда. Не на любую другую границу. Вы мне еще про Белоруссию пиздаете, что они в сторону Белоруссии уезжали. Да, вы точно бан получите сразу. Если вы не умеете проводить пак-чекинг, это ваша проблема. На этом канале теперь любые негативные упоминания Крокуса, попытки отмазать украинских дегенератов, я имею в виду именно предпровластных СБУшников-Грушников, повторюсь, украинцам я только со всей душой. Это сразу бан, без разбора. Никому ничего объяснять не буду. Видите, на три буквы. Надеюсь, всем все ясно. Спасибо. Ну что ж, на этом мы пока закончим. И наконец-то приступим к кампании. Тем более у нас много интересного. Как вы уже знаете, мы начали строительство суперлинкора. И в этот же момент мы планируем активно достраивать наши обычные силы. Да, у нас огромная дырка в виде бюджета. Однако, ситуация с бюджетом значительно улучшается. Мы очень неплохо сокращаем потери от транспортов. И да, когда они прекратятся, когда мы достроим очередную очередь флота, то мы выйдем из жопы. Так что, поехали! Отношения с Австро-Венгрией накалены до предела. И мы решаем заранее выдвинуть флот к берегам этой страны. Да, это несколько рискованно. Нет, это жесть как рискованно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, огромные расходы на флот. Они и так лягут дополнительным временем на нашу и так страдающую экономику. Во-вторых, война с Австро-Венгрией будет осложнена их сухопутными атаками. На данный момент Австро-Венгерские войска обладают 100% армейской логистикой. 100% черт возьми. У нас 12. 12, черт возьми. В общем, да, их армия больше. У них... В общем, ситуация, мягко говоря, не в пользу нашей страны. Однако, есть и позитивные моменты. Скорее всего, у Австро-Венгерского флота... Не то, чтобы много... Подождите, куда плывет весь этот флот? Господи, они воюют в США? Причем, они что, выигрывают у... Они выигрывают у Штатов? Что, простите, господи? Это весьма забавно. Я бы сказал, очень забавно. Так, хорошо. Тогда из ляка руни еще и выдвинутся торпеды. Так, наши подводные лодки. А куда бы их выдвинуть? Да давайте куда-нибудь... А у Австро-Венгрии вообще есть колонии? О, а это типа дальность, да? Прикольно. Не ожидал. Ладно. Давайте куда-нибудь центральное Средиземноморье. Почему бы нет? Здесь нет самих непосредственно Австро-Венгерских сил, но... Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Так, ну, хорошо. Надо сказать, что наш суперлинкор пока еще строится. 27 месяцев. Но, думаю, совокупной мощи нашего 307-тысячного плота хватит. Ну и начинается война. Это будет интересная битва. Насколько я знаю, сейчас... Ох, как же не вовремя на самом деле. Мы не будем сейчас занимать наши верфи, потому что они могут нам пригодиться. В первую очередь, надо понимать, что мы перетопим все, что может плавать у... У наших противников. То есть, все, что находится в этом районе, будет просто перетоплено. Ну и мы начинаем морское... 500 тысяч тонн. 500 тысяч тонн. Если мы соберем весь свой флот... Мы столько не наберем. Есть ли у нас способ быстро набрать вес флота? Учитывая, что мы сейчас активно строим корабли, нет. Мы могли бы, конечно, отменить строительство Энтерпида, но он нужен нам для... ...дальнейших действий. Так, давайте смотреть по тоннам. Энтерпида строится... ...22 месяца. Это долго. Нам нужны легкие крейсера, причем в огромном количестве. Давайте возьмем какой-нибудь... ...причем дешевые легкие крейсера. Так, давайте возьмем что-нибудь такое... Вот у нас в Андалусе. 63 тысячи тонны. Ну... И сколько он строится? 10 месяцев. Нам нужно что-то под... Ну, а, он всего лишь 5 тысяч тонн. Нам таких нужно около 20, да? Так... Ну, тогда я сейчас буду думать. Дабы нарастить... ...общую... ...массу флота для организации выстки в Австро-Венгрии... Наши инженеры вышли с проекта... ...переработки уже привычных нам линкоров... ...типа Энтерпида. Ну... Вы понимаете, что скорее всего произношу я это неправильно, но идея это понятна. Этот линкор стоит 571 миллион... ...под последующую модернизацию. У него крайне слабая броня, у него 4 двухствольных орудия. Возможно, под продажу. Их мы будем производить массово. Производятся они за 19 месяцев, что очень быстро. Произвести мы их хотим 4 штуки. Вот как-то так. Итак, мы заложили 6 кораблей нового типа. Австро-Венгры тут же начали наступление на нашу территорию в Сербии. Которое мы, конечно же, получим во время окончания войны. И у нас столкновение флотов. Наш новейший флот вместе с Сантьяго противостоит новейшему... ...линкору типа Альберт. 396 миллиметров, черт возьми. Не самые плохие пушки, я вам хочу заметить. Посмотрим, что стоят они в бою. Вообще, тут должен быть очень интересный рассказ про то, насколько наши радары превосходят противника. То, что мы видим противника очень с большой дистанции. Это позволяет нам действительно доминировать на поле боя. Ведь это правда. Это так и есть. Но, поговорим в очередной раз про прекрасную игру Ultimate Admiral Threadnought. Потому что в прошлый раз, первый раз за, пожалуй, последние... Да, наверное, почти за все время, я просто рейдж квитнул. Настолько рейдж квитнул, что... Я... Закосячил футаж. И там футаж был не только касательно событий, про которые я говорю, а еще и предыдущих. Что в итоге... Ну, короче говоря, да, я просрал где-то минут 30... А, да. Я просрал где-то минут 30, в общем-то, геймплея. Ничего страшного в целом. Жить можно. Но вы спросите, почему ты это сделал? Ну, понимаете... Я уже свыкся с тем, что мои корабли стреляют с торпедами по союзникам. То есть, поймите, я к этому уже привык для меня. Это давно уже факт. Ну, да, кстати, заметьте, насколько рано мы встретили противника. Но... Я уже привык к тому, что если заранее начать отворачивать, то мы сможем спокойно уйти от союзных торпед. То есть, в смысле... Торпеды не будут выпущены пока противникам достаточно далеко. Логично, черт возьми, да? НЕМС! Сказал ультимейт отбирал Дридноут, и мои союзники... Я правда не знаю, что получилось. Запустили. Торпеды... Где-то с двадцати километров. Если больше вы понимали, мои торпеды на одиннадцать. Я понимаю, что, возможно, там где-то в невидимости был сменец. В невидимости он не светился. Маловероятно. Ну, потому что у меня еще и радары, я напоминаю. Но, да, торпеды были выпущены с той дистанции, когда противника достать было, ну, в теории, практически невозможно. Ну, естественно, они были запущены в бортный линкор. Я купил четыре корабля. Ну, Сантьяго не затонул, но по факту... После чего я психанул и вышел. Ну, я думаю, вы можете понять почему. Да... В этот раз я действую только одной группой эсминцев. И заранее... Отвернул... Ну, по возможности, с всеми кораблями. Ну, в принципе, это разовый акт. Такого еще никогда не было. То есть, я всякое видел в этой игре. Ну, вот чтобы вот так... Вот этого... Так, мы даем дым, естественно. Пуск торпед и уходим. Сантьяго стреляет по линкору. Тут все понятно. 24 узла для линкора. Давайте раздман. Линкоры перекладывают противника. Давайте интерпида и компания начать стрелять по вражескому кораблю. Надеюсь, все старшипы интерпида расправятся... Интрепида. А... 10. Надеюсь, что они расправятся противникам. Ну, а мы тем временем стараемся добить... Ну, расправиться в смысле нет, будто не приблизить на дистанцию. Отпуска торпеды, потому что нам нафиг не будем торпедовать. Так, строй наших условных линейных крейсеров двигается вперед. Мы немножко наберем дистанцию. Так. Так. Очень стрелы пока невысокая. К сожалению, наш корабль не получил еще маленьких орудий. Вражеский линкор. Ну, мягко говоря, страдает. Так, к слову о вражеском линкоре. Это, похоже, дредноут. В общем, ранний. Спрятный. Информизированный. Как они с этим США побеждали, не спрашивайте. Да, надо ответить, что мы строим крепкий уже блокад. Ну, собственно, этого и следовало ожидать. Добитие вражеских легких сил я оставлю за кадром. Тут не о чем говорить. Мы просто можем добить полную скорость и уйти даже от их тяжелых пересеров. Если бы они были целиком без повреждений, они, может быть, смогли бы догнать наши интерпиды. Но не в этот раз. А уж, говорите, Сантьяго и его подопечных, тем более, не приходится. Тут все совсем хорошо. Никак иначе, чем разгромом, назвать это попросту нельзя. Мы получили легкие повреждения эсминса и раздолбали вражеский плод. К слову, Альберт это линкор 26-го года стоимостью миллиард 100, миллиард 200, почти миллиард 300. И, если честно, есть глубокие сомнения, что настолько дорогой корабль вообще может быть окуплен. Тут же мы увидим, что противник наступает на Сербию. Сербия гарантированно будет захвачена. Здесь без вариантов. Мы не сможем отбиться. Ну, никак. Ну, вообще никак. Поэтому наша цель сейчас это сосредоточиться на захвате Хорватии. Если мы захватим ее, то все будет замечательно. Но для этого нам нужен плод. А плод сейчас, к сожалению, нам, в общем-то, не доступен. У нас освободились некоторые мощности. Мы можем отправить в постройку, ну, восстановить в постройке часть кораблей. С огромным трудом мы можем строить два. Двадцать шесть месяцев? Нет, оставляем на девятнадцати. По планам через девять месяцев мы сможем окончательно восстановить... Мы, конечно, можем ускорить производство наших новых корабликов в счет производства нашего суперлинкора. Однако девятнадцать двадцать четыре месяца разница небольшая. А это все-таки восемьдесят тысяч тонн. Это важно. Ну и так, у нас пять месяцев. То есть, примерно через... Ну, грубо говоря, через девять месяцев мы продолжим строительство. Добавим еще парочку крыльев. То есть, месяцев так и так. Через тридцать мы получим наш новый флот. Который будет достаточно для того, чтобы находить Хорватию. Тем временем, наш корабль... Ну, мы полностью экономически блокируем наших противников. То есть, у них сейчас очень резко начнутся проблемы с экономикой. К сожалению, с логистикой у них также начинаются проблемы, к слову. Тридцать пять процентов всего лишь. То есть, скорее всего, мы сможем вполне себе повлиять на них. Замечательно. Пытаясь хоть как-то наверстать вставание по флоту. Был все-таки запущен в серию новейший тяжелый крейсер. Неплохой, в принципе, корабль. С некоторыми нюансами. Не такой уж ужасной стоимостью. С неплохим вооружением. Есть торпеды. Ну, и даже есть какая-никакая для тяжелого крейсера броня. Радары. Сонары. В общем, корабль вполне себе имеющий право на жизнь. 13 месяцев время спуска. Помимо него будет также разработан легкий крейсер. И вот он наш упрощенный тяжелый крейсер. Между прочим, 170 миллионов. Не так дорого. Да, нет торпедного вооружения. Три 203 миллиметровых пушки. Причем очень современных. Плюс две установки вспомогательных. 127. И небольшое количество 50 миллиметровок. Просто на всякий случай. Потому что по весу влезло. Корабль очень неплох. По характеристикам. И в целом устраивает полностью. К тому же имеет всего 13 месяцев сборки. Что очень и очень неплохо. Этим мы конечно же воспользуемся. Ну и наконец наш легкий крейсер. Не самый лучший пожалуй. 262 миллиона это очень много. Если откровенно говоря. То мне кажется что. Наш. Тяжелый. Крейсер. Будет. Получше. Ну вы знаете. У нас есть проблема. У нас тяжелый крейсер. Который весит. Чуть чуть побольше. Но у нас есть еще вот это вот чудовище. Это. Новейший эскортный крейсер. Я не знаю почему он выглядит так как он выглядит. Вы сейчас это увидите. Мне кажется это огромные торпедные аппараты. В смысле. Ну как. Они такими должны быть. Скорее кто. Вот эти вот они такие. Должны быть. Огромная рубка. Выдувают у меня большие вопросы. Да. Это если что. Всполагательная артиллерия. Это почти 90 миллиметров. Эм. Да. Вот такая вот штука. Между прочим. Почти лярд. 13 тысяч. Да. 13 тысяч тонн. Это вам. Это вам не это. Эм. Да. Крайне специфичный корабль. Для затравки мы производим два простеньких наших эскортных крейсера. Тем более что стоят они по нынешним меркам буквально копейки. И это позволит занять наши строительные мощности полностью. Они строятся 13 месяцев. Что очень неплохо. В следующем месяце мы производим наконец-то Санта Анну. И. Возобновляем производство. Ретира. А. Соответственно потом через 6 месяцев у нас. Спускается на воду инвенсибл. Вместо него мы. Продолжим производство остальных крейсеров. И догонимся еще наверное тяжелым крейсером нового типа. Ну как то так. Ну и наконец к сентябрю 39-го мы накопили достаточный плод для того чтобы торгнуться в Хорватию. Это. Возможно что. Ладно. В общем то не суть. У нас есть неплохие шансы на победу. Противник деморализован. После победы в Хорватии. Мы будем заключать мир. Ну на выгодных нам условиях. Оставшийся тяжелый флот будет модернизирован. И естественно модернизирован. Как уж без этого. Ну и скорее всего впоследствии будет отправлен в новый бой. Куда? Вопрос открытый. По хорошему нам надо воевать с Францией. Хотя у нас по прежнему нет армейской логистики. Совсем. Абсолютно. Я не понимаю как это работает. Но. При. Достаточно большом флоте. Наш флот. Ну. Скажем так. Мы. Немного меньше чем Франция. При том что Франция. Куда. Как более серьезная держава. К слову. У нас неплохой рост ВВП. Даже с учетом войны. Мы конечно же никогда не сможем сравниться с. Кстати говоря 168 миллиардов осталось у наших британских коллег. Самый большой ВВП в мире. Они сейчас воюют с Китаем. Скоро будут воевать с Японией. И если честно я вообще не представляю что может их сокрушить. Ну и вот наконец-то 1940 год. Мы взяли Хорватию. Это означает что Австро-Венгрия больше не ведущая морская держава. Они теперь больше вообще не. Австро-Венгрия теперь вообще больше не морская держава. И мы готовы подписывать мир. Очень неплохая территория. У нас весьма интересный ВВП теперь. 183 миллиона. Что делает нас очень неплохим в своей сути государством. Мы бы наверное не против бы повоевать из Италии. Тут и за что воевать в конце концов. Нет Британии. Мы не сумасшедшие. Ну по крайней мере ну как. Самое смешное что не смотря на все свои достоинства Британия нехило так разваливается. В них отсоединяются колонии регулярно. В общем да. Мы готовы заключать мир. Да. И Австро-Венгрия действительно распалась. Все. Больше эти территории не подлежат никому. А это означает что в ближайшее время мы попытаемся их захватить. Ну я надеюсь. Это имеет ряд проблем. Но. Да. Мы не смогли получить никаких репараций вообще. И у нас минус 890 миллионов в месяц. Первая группа отправляется в Ля Корунию. Вторая группа отправляется в Барселону. У нас есть какие-то вообще. Варианты выбраться из этой. Финансовой жопы пока я их не вижу. Но в целом да. На 741 тысяча тонн водоизмещения. Я бы сказал что очень неплохо. 183 миллиарда ВВП. Мы однозначно превосходим большую часть. Ну ладно. Мы не сравнимся с Германией. Так. С кем нам в следующую войну бы вступить? На самом деле объективно нам бы вступить в войну с Италией. Италия сейчас ослаблена. У них не так много территории. У них весьма малый флот. И мы спокойно сможем их забывать. С другой стороны у нас есть Германия. Вторая ситуация не сильно то лучше. Германия воюет с Францией. У Франции очень низкая армейская логистика. При этом отвратительно маленький флот. И наших сил должно быть достаточно для вторжения. Правда. Наша армейская логистика 3 процента. Почему? Почему 3? Я не... У нас куча союзников. У нас... Все хорошо с транспортами. У нас огромный, черт возьми, флот. Вы хотите сказать, что вся причина в огромном количестве территорий? Но Франция... Так господи, здесь куча держав, в которых территорий побольше не мешает им иметь стопроцентную логистику. Ладно, отправляем корабли для коруния. Вперед, что ж тут. 42-й год. Ситуация достаточно очевидная. Да, мы владеем большими территориями. У нас огромные куски в России. Мы владеем немалой частью Китая и даже Индии. У нас хорошие колонии. В принципе, мы контролируем большую часть в Средневном море. Однако, очевидно, скоро будет война. Это война с Францией. Да, это не настолько серьезная держава, как какая-нибудь Великобритания. Без шансов. Великобритания это вообще что-то немыслимое. У них 13 миллиардов флот. 13 миллиардов фондов флота. Это просто какое-то невероятное количество денег. У них, к слову, нет абсолютно никаких союзников. У них небольшой рост ВВП. Относительно. Но с таким ВВП, да не плевать ли. Наш же противник это Франция, которая сейчас идет в войну с Италией. Италия, очевидно, проиграет эту войну. Без вариантов. Общий тонаж флота Франции более миллиона. Но, правда, крупных кораблей мало. Мы же, в свою очередь, имеем 608 тысяч тонажа флота. И, откровенно говоря, это маловато. Именно поэтому в нашей стране принято решение начать новую судостроительную программу. Вы скажете, это сумасшествие. Ведь у нас и так огромные издержки. Но, если мы вступаем в войну с Францией, мы просто не сможем что-то решить имеющимися силами флота. Поэтому, да, мы будем строить новые корабли. Причем это будет целая серия новых кораблей. Серия быстрых новых кораблей. Которые рассчитаны, в том числе, на возможное противостояние с Великобританией. Цель будет проста. Мощные корабли с эффективными орудиями. Дальнобойными. И, главное, с очень высокой скоростью. Это будут новейшие современные линейные крейсеры. Они дают много тоннажа. При этом, вполне себе хорошо покажут себя в бою. 9. Это поможет нам выиграть войну с Францией. А затем и с Великобританией. Ну и, собственно, наш будущий линейный крейсер. 75 тысяч тонн. Это очень прилично. Мы, естественно, устанавливаем головную башню. Вторичную. Да, во многом этот корпус будет хуже, чем вариант на Modern Battleship. Но он чуть-чуть дешевле. И немножко больше водоизмещения. Хоть нам сейчас нужно именно водоизмещение, а не напрямую огневая мощь. Хотя, конечно, она тоже тут будет неплохой. Ставим хороший барбет. Давайте будет. Вот так вот. Основным калибром, наверное, все-таки будет 432 миллиметра. Ну, скажем так, на вырост. Плюс мы увеличим их длину. Мы ставим высокий барбет для малого вооружения. Не, давайте мы можем снова сдвинем. Так. Естественно, корабль будет иметь хорошую второстепенную артиллерию. Это будут 203 миллиметровки, плюс 127 миллиметровки. То есть, как я люблю. Трехстволка сюда. Трехстволка сюда. Хорошо. И давайте поставим где-нибудь... Вот так вот и здесь. Смысл прост. Эта пушка имеет обстрел вперед и назад. Что? Как бы нам нужно? Вот. 127 миллиметров. Тут тоже трехстволка. Попробуем... Нет, сожмем, он так не влезет. Давайте сделаем вот так вот. Поставим малые барбеты где-нибудь. Ну, ёшкин. Так. Ты снимаешься на место. Так. Труба сюда. Ты. Вот так вот. Теперь основные орудия как дополнительные. 127. Трехствольные. Трехствольные. Мы ставим вот так вот. И ставим вот так вот. Неплохо. И вот так вот. Хорошо. Мы получаем весьма неплохую батарею второстепенного вспомогательного вооружения. Можно её, конечно же, ещё усилить. Допустим, поставив классическую схему здесь. Вроде мы так и сделаем. 127 становится вот сюда. И вот сюда. У этого очень неплохое второстепенное вооружение. Ну и, конечно же, последняя наша установка. 432 гм. Позади. У нас смещение веса на корму удивительно. Удивительно. Я уж не думаю, что это случится. Давайте немножко-то сдвинем. Благо мы имеем возможность. Вполне себе наш корпус позволяет двигать подобные вещи. Давайте вот так вот. Так. И немножко сдвинем орудия. Так. Здесь мы немножко изменили всё. Так. Корма смещения веса у нас процентов. Ммм. Так. Во-первых, вот так вот. Во-вторых. Давайте вот так. Мы немножко выдвинем вперёд, наверное, носовые орудия. Так. Хорошо. Ещё немножко. Вот так вот. Хорошо. Вот это вот наиболее хороший вариант. Так. Теперь мы берём 127 мм. Коммм. Ставим сюда и ставим сюда. Вот эту пушку мы отсюда убираем. Эти тоже сдвигаем. Так. Барбеты все поставлены? Поставлены. Хорошо. Теперь нам нужен высокий барбет. Дополнительная пушка. 203 мм. Три спала. Хорошо. Хорошо. И в идеале сюда становится ещё вот так вот высокая миллиметровка. Настольное смещение веса на нос. Ну вот эти вечные беды. Угу. Угу. Ну, это как раз таки не большая проблема. Мы легко можем всё это сдвинуть. Вот. Ещё бы оно сдвигалось бы нормально. Хорошо. И вот он наш линейный крейсер. Ну, пока ещё... Тридцать два. Давайте попробуем сделать вот тридцать трёх узловым. Хотя... Тридцать два с половиной. Средненькая дальность. Максимум переборок. Тангаж крен вполне себе нормальный. Смещение веса на корму опять таки. Снова немножко сдвигаем. Влага вполне себе возможна. Ну, вот так. Один на один процент. Вполне себе. Плюс мы немножко скомпенсируем. Вал четыре. Дополнительный двигатель. Электрогидравлика. Тут всё хорошо. Барбит пять. Антиторпеды три. Я надеюсь, мы не будем вступать в активную конфронтацию с лёгкими силами. Уф. Так. У нас стандартное соотношение. Стандартное. Угу. Супер тяжёлые. Тройная база. ТНТ-4. Электрогидравлика. Автоматическая перезарядка. Каин. Сгидра. РДФ. Второе поколение. И мы получаем корабль практически без брони. Мда. Да. Надо экономить. Стадель нам не поможет. Антиторпеда и так три. Давайте сделаем двойную низ корпуса. Уменьшим дальность. Ну, в принципе, уже неплохо. Так. Ну, давайте хотя бы 350 миллиметров. И здесь хотя бы по 200. Не то, чтобы это нас значительно спасёт от всего подряд, но... 5 миллиметров головной палубы. Есть на 500 миллиметров настройка 120. Так. По 100 миллиметров кормовая носовая палуба. Стадель, к слову, остаётся весьма неплохой. Здесь мы... 10 процентов увеличения... Орудий. Так. Барбет 495 нормально. Здесь хотя бы... 500. Ладно, 450. У нас... Весьма сомнительный... Момент по... Броне... Пауб. Но... С этим мы вряд ли что-то можем поделать. С другой стороны, у нас... Очень неплохие остальные характеристики. Цена этого корабля 4 миллиарда. Давайте сравним с чем-нибудь типа Инвинси. Ну, Инвинси был понят. 5 миллиардов 300. Сантьяго 6. 4 300. Этот корабль, на мой взгляд, лучше, чем Сантьяго. Хоть и не по броне. И строится он у нас... Кстати-ка, когда двигались для... Подождите... Какой полумассовый, черт возьми? Кучий блок. Естественно, нет. 4 100. Хорошо. У нас освободилось даже некоторое количество. Давайте... Поднимем кормовую... Носовую палубу до 120. Здесь... Поставим 200 миллиметров главной палубы. 220 миллиметров броня пояса. Здесь... У нас смещение веса на корму. Снова, кстати. Меньшим вот так вот. Ммм... Пожалуйста, перестань так делать. Вот так вот. 1% смещение веса на корму, это нормально. Давайте 230 миллиметров переднего бронепояса. И уже все неплохо. Давайте 370 миллиметров. 400... Да... 398 миллиметров главного бронепояса. Это более чем неплохо. Давайте немножко палубу увеличим. Вот так вот. Хорошо. Эскептора обстрела. Здесь все нормально. Здесь все нормально. Здесь неплохо. 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 Нормально. Слушайте, но в целом это все вроде как... Хорошо. Вроде бы ничего не забыто. Конечно, можно было бы поставить немного более лучшую гидроакустику, но пусть будет хотя бы такой. Вот и наш крейсер. На данный момент верфи достаточно загружены. И хоть в ближайшее время они освободятся, мы можем заложить только один боевой корабль типа Кортес. Ну и один такой корабль это уже очень неплохо. Через 5 месяцев в Сант-Анна целых 2 корабля этого класса будут переоборудованы. Собственно, как и через 5 месяцев будет переоборудован Сантьяго. Что освободит мощность и позволит заложить еще некоторое количество кораблей. 42 месяца будет эта штука строиться. Так, подождите-ка. 30 месяцев. Да, так будет лучше. По-хорошему нам надо дождаться 3 месяцев. Нам не хватает чуть-чуть водоизмещения. Мы могли бы приостановить строительство этого линкора. Нам нужны деньги. 6 месяцев как раз таки прекрасный в этом плане вариант. 3 месяца мы подождем. Заодно и заложим сразу не один, а несколько кораблей подобного типа. Да, это огромная проблема для нашего ВВП. Нам предстоит война с Францией. И, откровенно говоря, я не представляю как с ними воевать. У них куда лучше армейская логистика. Наша логистика просто отвратительна. И мы с этим ничего не можем поделать. Да, мы их разгромим на море почти гарантированно, но... Боюсь, что это будет не самая простая война. Но и дабы дополнить современную картину нашего флота, было принято решение построить новые эсминцы. Эсминец штука весьма важная. И это, в любом случае, эталон наших работ по этому классу кораблей. То есть, ничего лучше мы уже не предоставим. Ммм... Так... 35... 13... Отлично. Наши эсминцы будут максимально эффективны, И при этом достаточно... Компактны. Да... Они уже приближаются... Что значит приближаются? Эти эсминцы будут тяжелее, чем некоторые наши старые легкие крейсера. Поэтому, мягко говоря... К этому кораблю стоит подойти с полной серьезностью. Вооружение. Его вооружение это 127 мм. В трех орудийных установках на носу. Прекрасное решение, которое позволяет действительно... Неплохо повысить огневую мощь корабля. Плюс одна тыловая установка. Помимо этого, у нас есть еще две установки здесь. Хотя, возможно, это будут торпеды. Ну и наконец, собственно... Самое главное. Торпеды. Много... Торпед... Марк 5. Ну... Опять-таки, что значит много. На мой взгляд, больше трех торпедных залпов тут не нужно. То есть, это и так очень прилично у корабля. Очень хорошая огневая мощь, на мой взгляд. Хотя, можно попробовать, конечно, ее увеличить еще больше. Но это не получается. Сами 27 мм будут с увеличенной длиной. Давайте сделаем так. Мы, пожалуй, возьмем сюда... Патикоин. Поставим простенькие радары. Естественно, сационары. Здесь нужны. Тральщики. Глубинки. Мины. Корабль уже... Пожалуй, немножко с прибором по весу. Однако, если делать так, то все хорошо. Масло 3. Так. КПД за глаза. Ваут 4. Выдеваем. В идеале должна быть электро-гидравлика. И мы все равно не поднимем. Мы никак не поднимем вес. Что мы можем сделать? По-хорошему нам надо еще увеличивать его скорость. Хотя бы до 36 силов. Он 220 миллионов. Миллиард? Не, ну... Миллиард заисмениться, конечно, сильно. Спасибо... Я не голодный, как говорится. Давайте первую электро-гидравлику. Здесь пока... Тут ничего не стоит все еще. Дод переборки. Антистопление 3, естественно. Хммм... Сейчас будем вырезать все. Стандарт. Стандарт. Тройная база. Тилюки. Здесь нормально. В идеале здесь нужна фактическая перезарядка. Словородные 24-дюймовые торпеды. Так. Давайте мы уберем во-первых так. Это весьма неплохо срежет вес. Мы можем, конечно, попытаться... Кабаш на 76 тонн вес. Барбет здесь весит очень нафига. Давайте уменьшим количество головного топа. Очень хочется иметь 3 башни главного калибра. Но, пожалуй, все-таки это перебор. Давайте попробуем сделать вот так вот. Ну, куца, конечно, смотрится. Но, с другой стороны, у нас очень хорошая система в целом на корабле. Правда, пока что мы не смогли убрать достаточно. Так. Давайте сделаем глубинные бомбы 2. Минный охотник 3. Можно убрать мины. Давайте просто поставим, хотя бы, первый уровень. Сонар. По-хорошему, да, он здесь нужен. Переборки 1. Давайте сделаем так. Ну, барбет. Не то, чтобы он спасет хоть как-то. Но даже барбет 5, ну, не сильно повышает наши шансы. Так, давайте антиотопление 2. Что он как-то не очень живучий-то получается, если откровенно говорим. Смотрим. Одна такая башня стоит 76... Весит 76 тонн. По идее 89. А такая 62. Можем поставить двухствольные башни. В принципе, это... 107. Мне кажется, что вооружение, к сожалению, весьма сомнительно. Но он дает 36 узлов. Это очень много. Прям вот совсем. Так, 24 дюймовые торпеды. Кислородные. Автоперезарядка. Убирать автоперезарядку, это, на мой взгляд, неправильно. Пусть у него будет высокая скорострельность. Что еще можно срезать? Но мы не хотим срезать переборки. Давайте масло 1. Здесь все равно хватает. Электрогидравлика. Да. Давайте вал 2. Дополнительный 2. Барбет 4. Ну, меньше не хочу. Электрогидравлика сделает только хуже. Ну, ладно. Минус 20. Минус 15. Эти. Это все равно делает корабль весьма скорострельным. Радио ему не нужно. А может ли получится все-таки? Нет, слишком. Слишком. Это слишком. Вообще, конечно, можно брать Барбет и попытаться по-другому установить все это дело, но... Получается, такой себе и свинец, если сравнивать, допустим, с каким-нибудь трэмблом. Потому что он стоит 38 миллионов. У него, по факту... У него нет скорости, конечно, в 36 узлов. Если мы сделаем его 30 узловым... Ну да, мы где-то вот и потеряем 36 узлов. Будет самый быстрый корабль флота. Это, по сути, уже даже не эсминец, это лидер эсминцев. Возможно, кстати, стоит убрать один из торпедных аппаратов. Все-таки это невероятно мощные торпеды просто. Мощнее некуда. Если мы сделаем так, то мы освобождаем очень приличное количество места и можем наконец сделать этот корабль куда более артиллерийским. Тем более, чтобы им откровенно даже нынешнего залпа хватит за глаза. Давайте так и поступим. Мне кажется, что десяток торпед с этого эсминца это уже кошмар. А так у него будут очень неплохие шансы поубивать вражеские эсминцы. Что очень даже важно. У нас есть смещение веса на нос. Поэтому, естественно, займемся сейчас смещением всего остального. Давайте сделаем вот так вот. Теперь карман смещения веса. Ну, в принципе, ожидаемо. Вот так уже выглядит весьма неплохо. Мы, кстати, можем довести его до состояния совсем у штрашака. Можем сделать вот так вот, поставив еще две пушки. В носовой оконечности это будет давать какой-то невероятный залп. Но я, честно говоря, не вижу особого смысла добавления именно сюда орудий. Если же добавлять пушки, то, наверное, стоит добавить скорее просто еще одно орудие куда-нибудь. Ну вот, допустим, вот сюда. Мы это можем сделать, в принципе. Давайте, наверное, так и поступим. Да, у нас снова смещение веса на нос. Но это ненадолго. Так. Нет, предыдущий вариант был никуда лучше. Вроде бы не так. Где-то вот так. Вот сюда поставим до 127. Вот вариант вполне себе. Нет, он мне нитка не вправит. Но выйдем так. Так. Когда-нибудь этот редактор начнет работать нормально, и у меня не будут какие-то проблемы с подобными вещами. Но мечтать не вредно, как говорится. Так. Что же. Здесь? Здесь будет очень bumper. на корму ну ладно вот так вот уже куда не шло да я только что понял в чем проблема у меня просто нету у нас по-прежнему теперь лишний вес ладно пусть будет вот так теперь мы должны немножко уменьшить вес давайте 35 с половиной настолько позволяет нам хоть немножко но а путь броню но тогда в принципе неплохой спинс получается может быть не самый мощный очень быстрый и на мой взгляд весьма неплохо вооруженный особенно против других сменцев принимаем на вооружение однозначно любому линейному крейсеру нужна современная и адекватная защита качестве нового эскорта был принят эсминец типа сигура 127 миллиметров в пяти установках два пятитрубных новейших 600 миллиметровых торпедных аппарата на кислородных торпедах дистанция пуска этого прекрасного оружия по нынешним меркам просто невероятно если же на то пошло то это самый данный момент мощные наши эсминцы 23 километра дистанция залп для сравнения наши старые трэмболы имеют примерно столько же но при куда как менее высокой скорости куда более слабом вооружении конечно напоминаешься прям был совсем уж старый корабль и какой-нибудь руби принципе наверное по боеспособности близок но этот корабль по сути является скорее легким крейсером все-таки 3400 это водоизмещение практически павился а это легкий крейсер уже можно сказать мы сделали лидера эсминцев но мне кажется тебе очень жалко что мы не можем построить больше трэмболов это очень дешевый и бюджетный корабль который наверное все-таки нужен нашему флоту но видимо когда-нибудь следующий раз мы заложим целую серию вот этих вот новых наших лидеров эскортов посмотрим что они из себя покажут понимая всю перспективность новейших торпед было принято решение разработки еще один интересный корабль это эсминец да но его вооружение по крайней мере с точки зрения непосредственно скажем так артиллерийского калибра будет весьма посредственным его основная огневая мощь будет строготочна именно в торпедах это будет торпедный крейсер первый в своем роде корабль по задумке невероятный по потенциальной огневой мощи правду имеющий некоторые проблемы у нас становится сюда вот так вот система выставим 76 миллиметров кубки сюда на 76 миллиметров нужно чисто чтобы отстреляться не более корабль будет иметь две трубы на всякий случай без тут весьма внушительно берем масло 3 турбины здесь до основная цель корабля быть максимально пусть данный момент у него будет выбор на 36 да это гибридный 36 узлов скорости более чем оптимально 76 миллиметров то вообще смешно но все ради экономии веса экономия веса я думаю вы понимаете зачем нужна этот корабль будет иметь потрясающий уровень торпедной нагрузки правда сейчас мы конечно же риска появимся ошиблись нас действительно будет некоторое смещение мы все это перестали да 6 торпедных аппаратов 30 торпед с борта а стандартное соотношение баллистическая крышка он даже поставит супер тяжелые 76 миллиметровые снаряды забавно глубинные бомбы давайте простенькие поставим поставим минимальные системы даже мины поставим кинуть но это конечно же не повод давайте каинг хотя тут давайте просто поставим пусть будет но в идеале конечно надо бы сделать вот так но другой стороны сделать два залпа таким торпедным бортом будет практически невозможно интим тайная база стандартная перезаряд другого и не надо и так в принципе это неплохо дальность хода понижаем и попробуем в корячь сюда еще один торпедный аппарат мы можем если это получится торпедный залп порта станет еще более впечатляющим может поставить более мелкую вторичную башню можем давайте попробуем да дает понижает точности но теперь на борт у нас 10 15 20 25 30 35 торпед на борт можем сделать 40 конечно же в идеале требуется добавить после этого на кормовой бронепояс побольше средний бронепояс можно уменьшить мы вообще не полагаемся на броню в данном случае но если мне кажется что решение поставить сюда перебор итак корабля очень неплохой запас давайте вернем снова перегородки давайте пожалуй у меня будет 36 условий давайте поставим стандартные помещений ну ангара тор между прочим корабль имеет весьма неплохие характеристики с точки зрения он достаточно дорогой и очень долго собирается 9 месяцев но при этом на свои 6000 тонн веса мне кажется весьма интересный противник возможно он станет дополнением к типу сигура как именно торпедный карта конечно же у нас есть колонии много колоний и как нужно защищать для этого были разработаны два корабля во первых океане это очень дешевый эсминец лидер его основная цель это уничтожать вражеские корабли есть 102 миллиметра и один торпедный аппарат причем наиболее длиннобойный в этой серии имеется не в серии океане а именно что серии наших колониальных эсминцев корабль не самый современный но у него все-таки есть радар какой-никакой дальномер гидроакустика и от подобных лодок защитит и так далее то есть для массового производства 57 миллионов за штуку дороговато но другого у нас сейчас нет качестве условно более дешевого корабля есть флеча такая же примерно скорость но два торпедных аппарата пусть и несколько более на скажем так несколько менее большого калибра артиллерия по-прежнему принципе достаточно с остальным характеристиками все тоже вполне себе прилично он чуть дешевле да основная цель этого корабля это под прикрытием скажем так лидера океании пускать торпеды в противника скорее всего охрана крупных портов будет составлять из океании и двух флечь возможно есть еще и экспортный корабль но это просто океане с двумя торпедными аппаратами и с высокой стоимостью все-таки и с меньшим количеством артиллерии вот как то так будем надеяться что этих кораблей хватит для охраны колоний ну хотя бы в теории у нас очень много территории их нужно охранять ну и в дополнение к нашим линейным крейсерам мы строим наверное все таки 6 подобных кораблей проверяем сколько у нас осталось свободного тоннажа достаточно и достраиваем к ним два два экспериментальных торпедных крейсеров все это отправится соответственно также в миссину на самом деле конечно же понятно что эти корабли не будут идеальными заградительными средствами но как мне кажется они смогут доставить до скажем так достаточной степени неприятности противник залп напережение 30-ти километровыми тропедами ну ладно 23-х километровыми тропедами это всегда опасно миссина надо сказать что у меня уже достаточно много так это у нас талия нет цитилия подождите миссина еще два замечательно пропустил миссия скорее всего война начнется раньше чем Кортес и Санта Текла вступят в строй и это вообще огромная проблема к счастью к счастью силы противника вот на этих территориях не настолько велики наши силы обороны достаточны конечно же мы понимаем что французы начнут наступать во всех колониях разом и это будет та еще жопа по другому это назвать но мы надеемся нанести партию как можно более быстрый удар в идеале захватив что-то из франции но первым ударом скорее всего будет первый удар будет нанесен скорее всего по Италии то есть по юго-западной Италии юго-западной Италии если мы его захватим будет очень хорошо ну собственно подготовка второй мировой войне почти закончена так что мы можем скажем так готовиться к самой тяжелой битве в нашей компании ну а на этом будем завершать эту серию я надеюсь вам интересно наконец-то с чем сегодня закончится потому что бойня с францией ожидается ожидается очень интересное мне будет интересно посмотреть много раз я скажу еще интересно мне будет очень любопытно посмотреть на оружейский флоп надеюсь что он мне сможет удивить но если все будет хорошо можно будет дальше и с Великобританией повоевать если мы вообще останемся хоть с каким то флопом спасибо за просмотр с вами был Макс, а до следующих новых видео пока Продолжение следует... 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 Продолжение следует...